у нее все у него все уникально у него все уникально у меня банят постоянно на спину ложись на живот на живот все активные наши места голову тоже снять сними голову сдвигай чуть ко мне сюда так вернитесь не валерий молодой песни улыбнитесь сидим говоришь так твою голову видно штатив качать не положить так чтобы все спины было видно чуть-чуть эту песню обернитесь пел кто олег гудрик нет иван драгу иван урган в кресле голос голос поворачивался они повернулись они узнали кстати что закрываем сейчас наверное ракурс нормальный ты не смотри всегда я тебе нажму на красненькую да мне не надо он не снимает а уже снимает так значит ну давай тогда так все съемку начинается может что-нибудь положите мне между этих полотенцем можно а то опять забанят да видишь это достаточно ну как хочешь может снимать потому что подробнее только покажешь через сколько смоется фломастер они быстро сходит 1 3 2 1 ну что же здравствуйте уважаемые дамы и господа мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу и мы сейчас рассмотрим графически как на теле ну в общем акцент на который мы делаем конечно мы не будем все мышцы разбирать за ну само само что нам нужно значит нужен нам прежде всего камень преткновения эта точка где касается позвоночник с крестцом до 51 как ее найти ну примерно вот видно у человека ямочки да вот на косточка до примерно виду ними чуть пониже чем они на этом уровне далее здесь почему на меня . потому что вот стыкуются позвонки 4 5 пояснично до 1 2 3 4 5 и вот позвонок я весь такой вот 5 срочек позвонков в крестце до 5 позвонков они также из боковые осуществления да и из них выходят нервы то есть четыре промежутка получается два два три четыре который мы проживаем здесь чаще всего бывает в первую очередь здесь в меньшем случае здесь чуть меньше здесь ну и второе по количеству грыж вместо этого здесь нижние шейные позвонки как правило убывать даже разные и в середине позвоночника но гораздо реже и грыжа шмурли грыжа что такое это выпячивание диска межпозвоночного то есть между между поломками до находится диск он выдавливается то есть это выдавливание зеленый диск да и красный показан как он опять выпячивается выпячивание выдавливает диска он прежде переживает вот нервный корешок радикулы называется либо сдавливает сжимает позвоночный столб нервный спиной мозг да и соответственно идет иннервация в ногу иннервация идет как правило из челюсть седалищный нерв седалищный нерв начинают вот здесь чтобы его найти мы должны определить точки но вот этот ямочка до седалищный косты определяем где она здесь вот и без убедены гости в проекции конечно тяжело нарисовать тем более смещается в кожу до вот если тут нарисовать соединить получается треугольник до его этого треугольника провести бисектрисы бисектрисы как мы помним делят угол пополам равновесно такой треугольник получается равносторонний даже сказал то мы как раз попадаем вот этим бисектрисами на точку откуда начинается седающий нерв он достаточно толстый почему есть больше палец примерно идет проходит через вот эту седалищную кость мимо нее да и идет по ноге тут он раздваивается так нам нас интересует но опять все мышцы которые идут от бедра да и прежде всего грушевидная мышца было 0 зеленые сады мышцы красным ну давай ладно вот вот крестца отсюда идет грушевидная мышца на крепится вот здесь вот самая верная когда грушевидная мышца перематяжена она не прижимает его к костям отсюда идет боль и нервация в ногу это еще алгея и шанс называется может не иметь стопа может не иметь ценер здесь может не иметь боковая часть ноги фасция накида может будет даваться сюда начать всего именно в этой зоне идет болевой синдром также болевой синдром может здесь возникать из-за пережимания грыжи когда на передавали нервные корешки а сюда шнешь образуется несколькими нервами подходящими к нему называемый конский хвост и от верхних позвонков тоже будет мир то есть эта группа нервов который соединяется в один документ большой и толстый далее нас интересует вот сейчас покажу место крепления мышц до красным и зелёным будем зелёным рисоваться большая ягодичная мышца на самом деле на косточке заканчивается здесь вот так вот здесь мало ягодичные мышцы между ними средний ягодичная мышца но я часть находится в большей части под большой ягодичной мышцы скрыто чтобы это явно увидеть поддержи ногу выпрямя ногу выпрямя ногу во время ногу развернула так и удержи вот вот я вам стало видно смотреть вот большая вышли на мышцы да и даже вы нащупить вот средняя вот видно мало вышли на мышцы и вот дело заканчивается вот видишь может прощить это мышцы теперь пускай ногу расслабляемся так черным будем стоит это кости соответственно вот этих мышц примерно нащупаем да вот такое расстояние идет гребень подвздошной кости вот тут ребра можно нащупать плавающие его примерно толщина ребер и расстояние между ними соответствует ширине наших пальцев поэтому когда делаем массаж между ним как раз очень трудно вписываемся между ними далее паравертебральные мышцы а это не одна мышца целый пучок но вверх мы обращаем внимание на какие мышцы вот на вот эти и словно воздушные мышцы да вообще внимание на паравертебральные мышцы которые идут вот так это не одна мышца а целый пучок из разных мышц голову разворачиваем ваше сторону которые за собой скрывает ребер на под позвоночное сочинение вот они видны нужно прощупать за ней получается стыкуются поперечными отростками позвонков вот здесь то есть примерно от оси позвонков позвонков это сестры плоски они должны будут смыть нащупаем до должен быть на одной оси если идет какая-то какой-нибудь сдвиг то это называется ротация либо садексация по двумих и у человека идет искажение позвоночнике далее так черному рисуем кости до конец и лопатку до сюда пошла интересует пост лопатки переход по примеру на просто тут начинается включиться соответственно книг крепится трапециевидная мышца которая идет вот от нижних позвонков от 12 грудного позвонка таким направлением потихонечку выпрямляется здесь находится ромбовидное такое сухожилие дальше на это мышцы лет вверх и до самого верха до шеи да и она обнимает спереди доходят до середины включится ты снова туда еще заворачивается до середины включится вот такая большая мышца и иногда делит анатомическое отличается на две части мы получаются верхняя часть до нижней часть средняя часть но я считаю что достаточно 2 верха чисто вниз они отвечают за подъем лопатки до нижние отвечают за пусками лопатки приведения и приближение к позвоночнику коситом отросткам соответственно сама эта мышца не понятно тем что она сама себе является антагонистом что такое антагонисты я вам рассказывал да что у нас в организме нет ни одной мышцы которая бы работала самостоятельно дали только на одном движении иначе было очень раздута как правило мышцы работать синергично то есть к костям с одной стороны приходят мышцы да они их совместно эту кость двигают в ту или иную сторону с поворотами это синергист и с другой стороны подходят мышцы которые являются антагонистами до которые в момент когда эти напрягаются сокращаются да то эти растягиваются перерастягиваются самый простой пример это убийца в трицепс если мы возьмем бицепс то мышцы бицепса когда они сокращаются вот да все тихо паузы или закончились уже сейчас так видимо вместе чтобы освободили немножко место не хотят конец мы записались почему 11 149 написано я тоже не знаю сейчас секундочку часовое видео запишем часовой мы вообще не выжили долго еще ну минут есть 15 выдавая на мой закончу да не уже хочется записать до конца да быстрее информация потому что пришло давай тогда ладно будем ну потому что надо удалять те видео которые записали уже а ты же еще не сохранил конечно не давай нажмите продолжить это на маленькой стрелочке вверх увидишь часто и паузу мне нажал продолжить нажмите еще раз будет опять пауза поехали то есть получается эти мышцы сокращаются до рука приводится в условном состоянии мышцы трапеции ой трицепса они перерастягиваются до соответственно когда наоборот они сокращаются рука распрямляется мышцы бицепса растягивается получается они работают друг от друга это называется антагонисты так вот уникальность в том что вот это вот трапециевидная мышца она сама себе получается антагонистом то есть верхней части раз сжимает и не растягивается нижняя жена отверстие растягивается кроме того в подъеме лопатки и переведение ее назад у нас играет роль ромбовидная мышца большая и малая она идет так большая мало ромбовидная мышца иногда это было склеено то есть как одна мышца да то есть потом здесь же подъем лопатки подключается к этому руку лопатки мышца идущие отростков 100 стороны шеи до элеватор мускул сливать раскапывался из мышцы поднимающего лопатку как это происходит мы уже показывали сложно подкрыть приводится вверх вот мышцы натягивается вот видите поднимается эти мышцы ромбовидная сюда мышцы эти растягивать эти напрягаются теперь садись чтобы слушаю видеть где же так руку кому-то воздаешься вот ведь четко а вот пошла задний пучок видишь идет вот задний пучок получается получается как она дельтавидной мышцы вот большая круглая мышца вот мало круглой мышцы лишь опускаю а поджиг где же держи вот средний пошел кучок до виду мышцы и переднюю чудо виду мышцы но крепче нам уже спереди включится все опускаю вот такие вот фокусы получается и у нас соответственно точки которые мы прожимали до этом ушли вот середина это мышцы уголок где крепится включится с а камера на просто точки вдоль уголка лопатки . здесь между большой малой круглой мышцы заканчивается вот еще одна . да как у пунктурные потом вот это мышца мы поднимаем находится . купить пожалуйста любом столб в дом кубом если а тогда у тебя вот открывается на спорта ночью да можно хорошо убить слов соединение с шеей позвоночника до учебным рисуем вот мощный позвонок 1 грудной видно что 7 очень позвонок сдвинут в правую второй грудной позвонок билет влево чуть-чуть большой он раздвоенный да поэтому вот эта часть целевая отсюда вот они играют против друга когда мы будем ставить позвонки да надо будет обязательно поставьте их оба потому что они друг против друга работают если что-то звенит внизу в одну сторону дата для хубу дмитта в другую сторону так точки рисуем красным соответственно вот здесь мы проходили до . конфуция . посередине . здесь посередине там точку рисовал начали . не буду рисовать до вокруг ухом и комнате . да вдоль линии осечили пошли точки так вот их мы прожимали прожимали вот эту точку подбивали до отдых должен курс до оттягивающего его искала проугольный камень до ваша от него все что растет вверх дамо тянем выше все что ниже у нас еще интересует квадратная мышца от греба подошвы костей доложись вот квадратные мышцы они цепляются к нижним ребрам про овощи да и они так расположены так расположен и подверганали расположен и нож в масло входит далее переходим к ноге здесь у наших мышц бицепс ноги она двойная вот такая вот двуглавая да с одной стороны слева справа крепится к каперцовой кости мышца ягодичная тоже двойная заканчивается тут они сращиваются в одно сухожилие который переходит в ахиллу сухожилия так здесь мы точки прожимали какие вот середина . да проходит вот . по центре бедра на расстоянии там 8 сантиметров выше . . здесь по центру бедра так с медиальной стороны от 5 сантиметров отступаем . здесь находится песни цветов не влево-вправо где мышцы заканчиваются . находится между ними по центру еще одна точка между ними по центру еще одна . ну этих . на самом деле гораздо больше нам не надо вообще все знают да можно точно массами занимаюсь это вот основное то что мы проходим даже профилактических целях это уже тоже полезно так вот с этой стороны находится еще как было видно мышцы которая такая плоская она лежит под большими вот этими икроножными мышцами я захочу сам еще одну посуде ногу на себе вот видно четко видите вот мышцы сюда две мышцы да видно вот на себя сухожилия вот идет на половине на мышца и берцовую передние мышцы которая поднимает ногу вот так вот напрягается видите четко видно напряжение так далее на стопах мы развиваем как бы стопу на сеточку на тоже мы китайские точки не проходим да и так условно это у нас не точно массаж значит получить три точки условно где толстый кишечник и тонкий кишечник проходим здесь . где начинаются пальцы точки позвоночника который расположен так вот на месте заканчиваем не заканчивается пусть здесь копчик да здесь пошел поясница вот ребят лучшие дальше начинается череп . очень много висят сторон на пальцах на пальцах ну во всем этом видео не снимешь это лучше приходить на тренинг здесь вы все поймете это все на натуре на живых примерах далее точки у нас вот над косточкой да и под косточкой получается если другой стороны пищу по другому что вот это имеется ввиду вот так ну в принципе это все основное что я сказал для массажа спины и ног точки на лице и рисунок эстерального массажа живота мы будем делать отдельно и об этом будет у нас следующий видеоролик поэтому вы пожалуйста не отключайтесь не теряйтесь подписывайтесь на наш канал ставьте колокольчик чтобы не забыть увидеть следующее видео да и еще лучше приходите к нам на тренинг с вами был олег алабудин до новых встреч дорогие друзья пока пока